Добрый вечер, в студии Тимур Викмортин. Время реальной экономики. Что ж, время оценить реальное положение дела в российской экономике. Увы, реальность эта пока радовать нас никак не может. Более того, аналитики Института экономики роста имени Столыпина делают прогноз, что уже в этом, текущем, 2019 году рецессии нам не миновать. А как же все эти радужные перспективы, согласно которым экономика России должна расти темпами выше мировых и уже к середине следующего десятилетия закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира? Как тут не вспомнить народную мудрость? Просто было на бумаге, да забыли про овраги. Более того, эксперты, аналитики сейчас заявляют, что овраги мы отчасти сами себе организовали. Судите сами. Как начали год, так его и проведем. Эта поговорка справедлива для российского ВВП. И тому есть свое объяснение. Наша экономика по-прежнему является перекошенной в сторону сырьевых отраслей и крупных предприятий. Такая экономика инерционна, что называется, по определению. И какая будет инерция в 2019, судя по первым месяцам года, было понятно изначально. С 1 января была повышена ставка налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Понятно же, что это стало серьезным фактором для снижения предпринимательской активности и снижения роста экономики. Не думаю, что это стало откровением для экспертов и того же Минэкономразвития страны. Другое дело, что, так сказать, альтернативы непопулярным мерам, предложенные ведомством, не сработали. По крайней мере, пока. Министр экономического развития страны Максим Орешкин не раз заявлял, что для ускорения роста экономики России необходимо повышать инвестиционную активность и качество инвестиций. Необходимо продолжить трансформировать деловой климат в стране. В первую очередь, путем снижения административных барьеров для бизнеса. Для этого в 2019 году планируется подготовить ряд поправок в корпоративное законодательство, внедрить механизм регуляторной гильотины. Однако все это планы, а реальность падения реальных располагаемых денежных доходов населения. В первом квартале 2019-го они снизились на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. И это после того, как была применена новая методика расчетов доходов. Получается, что и она не помогла. Доходы населения страны все равно упали. Падают доходы и снижается потребительская активность граждан. Показатели торговли остаются невысокими, что понижает темпы экономического роста в целом. Такая тенденция предопределяется еще и тем, что даже нынешний скромный уровень потребления людям будет трудно поддерживать. До сих пор население его поддерживало, активно набирая кредиты. Причем большая их часть это не целевые, не обеспеченные кредиты. Самые невыгодные для заемщиков, кстати. Впрочем, хватит о грустном. Я все же надеюсь и даже уверен, что возможности вырулить на траекторию устойчивого поступательного развития у России еще есть. Для этого нужно повнимательнее присмотреться к опыту своих же успешных компаний. Они, эти предприятия-лидеры, на текущем этапе могут и должны стать драйверами роста экономики. России нужно формировать модель устойчивого роста и опираться здесь нам придется на самодостаточные регионы и сильные компании. Пока, на мой взгляд, это будут крупные компании, и для того, чтобы они заработали успешно, с прибылью, государство должно обеспечить для этого условия. Какие это условия, как сегодня развиваются компании-отрасли нефтепеработки в Татарстане, в чем секрет их успеха, об этом и не только сегодня в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Нефтепереработка. Отрасль с перспективой роста. Как в Татарстане от теории перешли к практике. Лидеры отрасли Татарстана. Компания Таиф-НК. Как добиться устойчивого роста в сложных условиях? Расскажем. Охрана труда как важнейший фактор для современного предприятия. Что он в себя включает? Промышленная безопасность. Как это реально работает? Все расскажем и покажем. Нефть и газ по-прежнему стратегические ресурсы и основа энергетической безопасности для России в целом и республики Татарстан особенно. Не будем углубляться в прописные истины, какое значение нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли имеют для Татарстана. Заметим только, что именно ТЭК стал в республике не только главным источником доходов и поступлений в казну, но и драйвером развития, генератором идей и новых решений. Наши нефтеперерабатывающие заводы сегодня по факту самые современные, наукоемкие и передовые предприятия. И этот тренд очень важно сохранить, потому как нефтепереработка в Татарстане по факту стимулирует добывающую отрасль и наоборот. Судите сами, по логике добыча нефти в республике должна падать, ведь доля трудноизвлекаемых запасов в стране растет. Сейчас она составляет по данным Минэнерго 65%. Татарстан же заявляет о стратегии наращивания добычи. Так за счет чего рост? Прежде всего за счет применения новых технологий повышения нефтеотдачи, внедрения так называемых интеллектуальных месторождений. Для Татарстана это уже реальность. Другой мощный фактор развития нефтепереработки и нефтехимии. Сейчас из 36 миллионов тонн нефти в Татарстане перерабатывается 17 миллионов тонн. Отличный результат, с учетом того, что отрасль нефтепереработки мы создали практически с нуля. А уже к 2030 году планируется перерабатывать 24 миллиона тонн нефти или 60% от республиканской добычи. Какие компании Татарстана обеспечивают этот результат? Давайте получше познакомимся с предприятиями-лидерами. АО «Тайфенка» один из современнейших по технологическому оснащению и уровню извлечения высококачественных светлых нефтепродуктов нефтеперерабатывающих комплексов мира. Включает в себя нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 7,3 миллиона тонн перерабатываемой нефти в год. Завод бензинов с установкой каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 миллион тонн в год. И установкой по переработке газового конденсата проектной мощностью по сырью 1 миллион тонн в год. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков проектной мощностью по переработке тяжелого остаточного сырья гудрон, вакуумный газоль до 3,7 миллиона тонн. В 2018 году АО «Тайфенкапе» работало 8,3 миллиона тонн нефтегазового сырья. Произведено 8,2 миллиона тонн товарной продукции, из которых 5,6 миллиона тонн светлые нефтепродукты, 2,6 миллиона тонн дизельного топлива, свыше 1,7 миллиона тонн примагонного бензина и бензина газово-стабильного, 0,6 миллиона тонн автомобильного бензина, 0,4 миллиона тонн авиакеросина и керосина технического, 0,3 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Компания – один из основных производителей моторного топлива в Татарстане. А момент-то действительно исторический. Традиционный международный нефтегазовый и молодежный форум в Ольмечевске знаменует фактически новую страницу в истории отрасли. И не только потому, что подобных площадок и мероприятий еще не было. Фактически магическая кнопка означает старт новой эпохи в нефтегазовой сфере. Ни больше, ни меньше. Будущее, которое в случае с Татарстаном уже наступило. И это цифровое будущее. Для Татарстана это отчасти и вынужденная мера. Иначе не выжить, не решить поставленных задач, говорил на панельной дискуссии генеральный директор Татнефти Наиль Маганов. Рустам Мениханов же вспомнил опыт освоения технологии добычи битумной нефти. Зарубежные компании тогда делиться разработками просто отказались. И у Татарстана не было иного выхода, как найти решение самим. Сейчас мы мировые лидеры в этом направлении. Компания была вынуждена разработать свои технологии. Сегодня мы полностью имеем там по всем направлениям. Сколько у нас патентов сейчас? Штук 200, наверное. Нефтяная игла там. Что только какие, только глупости там не говорят про то, что... Значит, да. Это углеводород, это ценнейший продукт. Вот мы последние годы определили для себя нефтепереработку и дальнейший передел. Это ценнейшее сырье. Новая цифровая эра – реальность всех успешных компаний. Неважно, нефтянка это или банковский сектор, нефтехимия или машиностроение. Преимущество ТЭК в России в том, что это стратегическая отрасль. Один рубль, созданный здесь, генерирует 20 рублей в смежных отраслях. Но для того, чтобы российский ТЭК функционировал стабильно, с прибылью и имел возможность наполнять казну, важно, чтобы государство создавало для этого соответствующие условия. С учетом того, что компания у нас работает с разными месторождениями, имеет разные затраты, соответственно, и налогообложение должно отличаться. Более трудоемкие и затратные проекты ТЭК государство важно стимулировать, в том числе и посредством налогов. Шаблонная система налогообложения нефтяной отрасли не должна быть. Она должна быть гибкой в зависимости от дебета, в зависимости от выработки, в зависимости от многих факторов. Гибкая система – это когда добывать и перерабатывать тяжелую нефть. Внутри страны так же выгодно, как и экспортировать легкую нефть за рубеж. Но парадокс ситуации в том, что пока стимулов у переработчиков, мягко говоря, недостаточно. Поэтому наш вопрос заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину о необходимости перемен, о мерах поддержки для нефтепереработчиков и нефтехимиков. Для Татарстана это критически важно. Да, вы очень правильный вопрос задаете. Если вы посмотрите на систему стимулирования добычи сейчас, то созданы как раз достаточно выгодные и привлекательные условия именно для вложения в трудноизвлекаемые за счет стимулирования, за счет более низкой ставки по НДПИ, и для высокой вязкой нефти, опять же, за счет мер стимулирования дополнительных. Это в первую очередь позволяет вкладывать деньги в неокр и в более трудную инфраструктуру, и в более, соответственно, менее доступные технологии, более дорогие, которые необходимы для того, чтобы от нефти добывать, чтобы просто дать достаточный экономический стимул для этих вложений. И Татарстан как раз очень хороший пример, потому что мы видим, что последние 10 лет добыча растет. В принципе, темпами опережающими среднегодовой темп просто добычи в России. Что касается переработки, то сейчас за счет налогового маневра, который может восприниматься под разными углами, но, тем не менее, для качественных перерабатывающих заводов, которые готовы вкладывать деньги для того, чтобы получить товарный продукт, товарный продукт пятого класса, он создает достаточный стимул для того, чтобы эти вложения производить. Тайфенка – это пример, как нефтепеработка может работать успешно и стабильно, даже в условиях не всегда благоприятной конъюнктуры цен на сырье. Всего с 2003 года закуплено и оплачено более 190 миллионов тонн углеводородного сырья на сумму 2,7 триллиона рублей. В самые тяжелые времена вместе с добывающими компаниями нефтепеработчики смогли остановить падение производства, восстановить и сохранить перерабатывающие мощности республики. Сегодня АО «Тайфенка» работает в условиях опережающих темпов роста цен на сырье в сравнении с ценами на товарную продукцию компании. В то время как цены на сырье к уровню 1998 года выросли в 63 раза, цены на продукцию увеличились лишь в 55 раз. Данная ситуация началась с 2012 года и продолжается до настоящего времени. Инвестиции в модернизацию действующих и строительство новых производств, увеличивающих отбор светлых нефтепродуктов из углеводородного сырья, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, позволяет АО «Тайфенка» компенсировать негативное влияние от непропорционального роста цен на покупное сырье и выпускаемую товарную продукцию. «Тайфенка» выпускает примагонный бензин, дизельное топливо экологического класса К5, летнее и зимнее, автомобильные бензины экологического класса К5, регуляр 92, премиум евро 95, авиационно-реактивное топливо и технический керосин, сжиженные углеводородные газы «Битум». У успешной амбициозной компании, такой как «Тайфенка», такие же амбициозные цели и задачи. И понятно, что для их достижения нужно не только заниматься модернизацией производственных процессов, инвестировать в технологические новшества, не менее важные инвестиции – это инвестиции в самих людей, формирование успешной команды «Тайфенка» в охрану труда и промышленную безопасность. Все это не просто декларации, это реальные действия, которые приносят эффект. Да еще какой! Ведь профессиональная команда – это фундамент компании, поэтому «Тайфенка» ценят каждого сотрудника и вкладывают значительные средства в обучение персонала и создание комфортных условий для работников. Благодаря этому весь коллектив предприятия работает на общее дело с полной самоотдачей. Как же строится эта работа на практике? Подробности в нашем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА существует системный трехуровневый контроль. Каждый работник – специалист и руководитель, находящийся на своем рабочем месте, вовлечен в данную систему. Нужно своевременно провести плановый ремонт, качественно провести диагностику, выявить, скажем, какие-то моменты, которые требуют замены. А чтобы процессы на производстве вели с соблюдением необходимых требований, на местах должны работать люди, обладающие знаниями в области промышленной безопасности и охраны труда. В связи с этим регулярно проводится обучение сотрудников ТАИФНК в специализированном центре. В селекции проводят квалифицированные специалисты. По итогам занятий все сотрудники в обязательном порядке сдают экзамены. Уже с начала года более трех тысяч работников прошли обучение по различным направлениям. У нас обучались хорошо, также у нас были наставники на производстве. Компания ТАИФ очень как-то следит за этим. У нас регулярно проходят всякие обучения, сдаем мы экзамены. Работник, не сдавший, не прошедший обучение по охране труда, не сдавший экзамен по охране труда, он однозначно отстраняется от работы, как это сказано в законодательстве, до устранения этого, так сказать, недостатка. В прошлом году на обучение по охране труда в ТАИФНК направили более 1 миллиона 400 тысяч рублей. В целях обеспечения безопасности при работе на высоте приобретены современные страховочные привязи, анкерные линии, средства для спасения и эвакуации с высоты на суммы более 9 миллионов. Для крупного предприятия, такого как ТАИФНК, это скорее не сдержки, а инвестиции. Здесь понимают, куда эффективнее направить средства на профилактику, чем на устранение последствий. Учитывая опасность производства, спецодежда приобретается из огнестойких тканей с антистатическими свойствами. Профилактика травматизма зависит и от своевременного выявления опасных производственных факторов на рабочих местах. Для этих целей службы охраны труда проводятся замеры рабочих зон по определенным показателям. В нашем предприятии по каждому рабочему месту проводится специальная оценка условий труда, по результатам которого разрабатываются мероприятия. На сегодняшний день спецоценка условий труда по охране труда в ТАИФНК проведена. У нас в ТАИФНК есть соглашение к коллективному договору, где определено ряд мероприятий по улучшению условий охраны труда каждого работника. Сами специалисты по охране труда также ежегодно подтверждают свой статус, принимая участие в конкурсах и состязаниях различного уровня. В прошлом году по итогам конкурса лучший специалист по охране труда по республике ТАИФНК, ТАИФНК Андрей Новиков. Он успешно прошел три основных тура, обойдя более ста соперников. Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап – это было оказание первой помощи, второй этап – это знание вопросов по охране труда, и третий этап – это оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. На участие принимало более 120 человек, и по итогам конкурса я вошел в двадцатку лучших специалистов по охране труда в республике Тарстан. За прошлый год несчастных случаев и профессиональных заболеваний на ТАИФНК не допущено. Это и есть результат слаженной и отработанной с годами системы охраны труда, промышленной безопасности и постоянного внимания со стороны руководства. В конце июля в Нижнекамске прошли очередные соревнования добровольных пожарных дружин на Кубок АО ТАИФНК. Ежегодно на протяжении вот уже семи лет более 30 команд предприятия доказывают, что к чрезвычайным ситуациям на производстве они полностью готовы. От добровольных пожарных не отстают и члены нештатного аварийно-спасательного формирования, в задачу которого входит локализация аварийных ситуаций, спасение людей и оказание им первой помощи до прибытия профессиональных спасателей. Это обычные работники предприятия ТАИФНК, а свою форму они поддерживают еженедельными учениями. Как это происходило? Свидетелями стала наша съемочная группа. Смотрим. Построение, поднятие флага и гимн. Традиционные соревнования на Кубок ТАИФНК открыты. Вот уже семь лет более 30 команд предприятия доказывают, что к чрезвычайным ситуациям на производстве они полностью готовы. Сегодня всем успехов. Победитель будет один, но остальным удачи. Случись на предприятии нештатная ситуация, первыми еще до приезда бойцов МЧС в районе возгорания окажутся эти люди – члены добровольной пожарной охраны. Главная их задача – принять меры по тушению пожара и, если необходимо, провести эвакуацию людей. Это как бы у них это все при работе, для них это очень хорошая польза. Ну и для нас мы всегда будем рады работать с такими сотрудниками, которые умеют пользоваться этим. То есть вот к этому и назначены эти соревнования. Первый этап соревнований. Участники за максимально короткое время надевают средства индивидуальной защиты и бегут 100-метровую дистанцию. Затем их ждет работа с пожарным рукавом и стволом. Важно правильно подать воду на условный очаг возгорания. Это командная работа, поэтому хороший результат зависит от слаженности действий каждого. Самый сложный и наиболее приближенный к реальным условиям завершающий этап. В полном обмундировании участники команд при помощи огнетушителя должны потушить возгорание. Победу приносят секунды. Килограмм 8-10 он весит, это и уже прибавляет вес. Плюс еще огнетушитель нужно работать, сбивать пламя, еще нужно удержать раструб. То есть тут уже много дополнительных трудностей. В принципе все участки легкие, если готовятся, подготовятся. Так в принципе наверное самый последний этап четвертый, это тушение пожара. В принципе как и на производстве всегда самый сложный этап. Для победы одной хорошей физической подготовки недостаточно. Каждый член команды должен показать теоретические знания. В ходе тестирования нужно было ответить на вопросы по технике пожарной безопасности, указать все первичные средства пожаротушения и порядок их использования. Вся команда с желанием идет сюда. Не просто нас там заставляют, а всем нравится принимать участие. И как-то сполочает все это. Интересно, новые знания, новый опыт. И вот он финал. По итогам всех этапов определился победитель. Уже опыт есть, уже знания. Нас обучают постоянно. Ходим на занятия. Все уже все знаем. Постоянные подготовки. Держимся, как говорится, одной командой. Тем самым выиграли первое место. Команды, занявшие призовые места в эстафете и победители по теоретической подготовке в личном первенстве, кроме грамот получают и денежные премии. Внимание всем! Проводится учебно-тренировочное занятие. Разгерметизация фланцевого соединения в сасе насоса Н210-7. Объявляется аварийное положение в цехе 07. Всем покинуть зону аварии. А это уже другая команда и другие мероприятия. Нештатное аварийно-спасательное формирование состоит из работников, которые трудятся на опасных производственных объектах Тайфон-К. Их задача – выполнение аварийно-спасательных работ в случае ЧП до приезда профессиональных спасателей. Свидетелем такой учебной тревоги стала наша съемочная группа. Проверила разгерметизация на нагнетание фланцевого соединения насоса Н210-7. А чем это опасно? Опасно пролив, возгорание, взрыв. Чем быстрее, тем лучше. Потому что могут быть пострадавшие. Все зависит от нашей скорости. Учения этого формирования происходят еженедельно. Добровольные спасатели детально отрабатывают навыки, которые могут пригодиться в случае аварийной производства. Все члены формирования – добровольцы. Как правило, все из них уже изначально имеют хорошую физическую подготовку. Но самое главное – это должен быть опытный работник, хорошо знающий технологический процесс своего производства. Вступление в члены НАСА – это добровольно. Стимулирует то, что данным работникам предоставляется три дня оплачиваемых отпуску. Почетно. Обучение личного состава, кроме практики, включает в себя и теоретическую подготовку. Готовит работников по современным обучающим планам. Занятия проводятся как на собственных территориях, так и на учебном полигоне Нижнекамск-Нефтехима. Именно его профессиональный газоспасательный отряд на договорной основе курирует эти вопросы в АО «Тайфинка». Есть квалификационные требования по возрасту, по состоянию здоровья, потому что нагрузки достаточно серьезные на спасателей. Вот это обязательно должно быть. Ну и также, чтобы человек был опытный, работал в цехе, знал установку. С этими членами НАСА мы занимаемся регулярно. Грамотные действия, четкие, согласно всех нормативных документов. Вопросов к ним не возникает. На сегодняшний день все 375 бойцов и командиров нештатного аварийно-спасательного формирования Тайфинка обучены и аттестованы новым московским институтом повышения квалификации. У нас каждый работник готов к локализации, ликвидации аварийных ситуаций. При этом также, когда наши сотрудники сдают на допуск самостоятельной работе по охране труда, одним из требований является даже эта сдача плана по локализации, ликвидации аварийных ситуаций по своему узлу, своему блоку. Безопасность каждого на рабочем месте и безопасность всего производства. Одного без другого не бывает. Именно поэтому охрана труда и промышленная безопасность являются одним из приоритетных направлений деятельности АО Тайфинка. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова